Украинский Робин Гуд Владимир Гройсман обещает забрать деньги у политиков и раздать их пенсионерам. С 1 октября 2017 года пенсионеры будут получать больше. Повышение пенсии это хорошо, но если посмотреть внимательнее, даже с поднятием выплат, их уровень будет ниже 2008 года. Возьмем пример, как и премьер-министр, о пенсионерах, которые работали на промышленных предприятиях. В 2008 году пенсия у них была 1463 гривни, то есть 213 долларов. В 2012 году пенсия 2334 гривни, в долларах 292. А в этом году пенсионерам обещают пенсию в размере 2961 гривня, что на данный момент составляет 114 долларов. Как-то странно получается, с одной стороны рост, с другой падение. Но ничего страшного, надеемся, что это не последнее поднятие пенсий или зарплат. Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении криминальной ответственности депутата Поблока Михаила Добкина за злоупотребление служебным положением. Как-то же поднадоела эта постоянная борьба, которая ни к чему не приводит. Они только и могут вносить представление, проводить обыски и объявлять о чистках. А по факту все остается на своих местах, и громкие заявления начинают звучать как минимум иронично. Вот так, скорее всего, и с Добкиным будет. Покричат, покричат, и все уляжется. Кричали, митинги собирали, требовали зарплату в 1000 долларов, а в итоге сотни баксов довольны. Работники Арселор Миттл Кривой Рок со страниц корпоративной газеты Митталлург рассказывают о том, как они довольны повышением зарплат. А как же предыдущие заявления, минимум 1000 долларов. То ли синица в руках лучше, чем журавль в небе, то ли корпоративная газета Арселора пытается приукрасить реальность. Правоохранители обнаружили незаконные игорные заведения в Кривом Роге. Они, наверное, нас за дураков держат. Не нужно быть полицейским или следователем, чтобы найти зал с игровыми автоматами или компьютерами. Да они же на каждом шагу, все откровенно на виду, а нам сообщают о доблестных обнаружениях. Может просто речь о тех заведениях, владельцы которых забыли поделиться с кем надо. Так честно тогда и скажите, уважаемые правоохранители, обнаружили не свои игорные заведения. И, естественно, закрыли. Как минимум, пока не станут своими. На этом у меня все, дорогие друзья. Оставайтесь с проектом Собака Павлов. Ставьте лайк и делайте репост. Увидимся на Эксперт КР. Субтитры сделал DimaTorzok